Это прикольный комментарий, который был под прошлым видео. Если ты хочешь, чтобы твой комментарий попал в следующее видео, то оставляй его там внизу. Ну и лайк поставь и подпишись. Всем привет! Похоже, вам зашел вот такой вот формат обзора, когда я говорю за кадром, а все остальное вы видите сам телевизор. Окей, продолжаем. В этот раз у нас LG OLED 55B8S. Это самый доступный OLED-телевизор на данный момент. Его ценник вполне себе такой лояльненький. По ссылке в описании смотрите подробнее. И в целом это телевизор, который мне очень и очень хотелось бы, наверное, как-то вам показать и рассказать о его реальных возможностях, потому что соотношение цена-качество здесь замечательное. Вот эта S в конце, это именно упрощенная версия. У нас здесь попроще пульт, и у нас нет здесь сабвуфера в плане звука. То есть здесь просто динамики и все на этом. Динамики у нас, кстати говоря, 20 Вт, два динамика по 10 Вт. Звук прикольный, хорошей, особо претензий никаких нет. Начнем мы со Smart TV. По функционалу все стандартно бегает шустро, идеально в этом плане. Можем открыть там, не знаю, какой-нибудь магазин, приложение. Давайте установим YouTube. Все это происходит буквально в считанные минуты. То есть, да какие минуты, на самом деле секунды. Все это открылось, запустили YouTube в 4К, как полагается, без каких бы то ни было проблем. Вы меня всегда просите, запускай, мол, с флешки какой-то тяжелый файл. Вы знаете, я взял и 4К 60 кадров со своей камерой, прям, которые в исходнике именно в таком качестве сняты. Закинул на прям совсем простенькую флешку, воткнул в телевизор и смотрите, что получилось. Как изменился мир за последние 10 лет? Кардинально. Когда я заканчивал школу, никто не мог и предположить, к чему приведет изобретение современного смартфона. Некоторые компании пытались предвидеть будущее, но при этом у них очень и очень плохо получалось что-то сделать практичное. То же самое касается умных вещей. Умный дом, умный телевизор. Все эти вещи появились совсем недавно, но уже сейчас являются неотъемлемой частью нашей жизни и постепенно становятся неким стандартом. Однако я уверен, что многие из вас даже не задумывались о том, что за всем этим многообразием технологий стоят реальные люди. Инженеры, программисты, дизайнеры. Неважно, гуманитарий вы или увлекаетесь технологиями. Главное это просто понимание технологий будущего и профессий будущего, которые будут востребованы завтра. А ты готов прикоснуться к профессиям будущего? Вступить в команду и самолично спасти первое поселение на Луне? Ведь там случилась беда. Сломался завод по производству топлива для электростанции. Но как это сделать без специальных знаний? Никак. А значит нужно учиться планированию, постепенно решая сложившуюся ситуацию и восстанавливать работоспособность электростанции. Причем делать ты это будешь не абы как, а применяя методику водопада, где каждая задача будет выполняться поступательно. Это дает понимание того, что нельзя сразу запустить финальные подготовительные работы по запуску производства топлива, так как для этого не готовы основные ремонтные работы. Все будет запланировано и выполняться постепенно. Есть четкое понимание конечной цели. Ну и конечно же определить, кто и для каких задач лучше подходит. Кто-то хорошо понимает в программировании, кто-то в механике и так далее. Если все сделать правильно, то выполнение всех задач займет минимум времени и будет максимально эффективно. Но это только один подход к выполнению проекта, их великое множество. Хороший пример это Agile. Такой подход хорошо зарекомендовал себя в программировании. Мы не планируем выполнение задач на год, два и так далее вперед, а ставим основной список задач. А последующие задачи и возможности будут реализованы в новых обновлениях. Это экономит ресурсы и время. А также мы получаем отзывы от пользователей, можем анализировать ранее введенные возможности и планировать более востребованные новые функции. В итоге это все тоже наглядно видно в игре, чтобы достигнуть конечного результата. Переходи по ссылке в описании, там тебя ждет урок цифры спасения миссии на Луне, водопад или Agile. Прими вызов, спаси лунное поселение. А чтобы сделать это правильно, ознакомься с материалами на сайте и лекции. Данная игра создана для урока цифры, который будет проводиться в школах России, как и предыдущие его этапы. В этот раз по теме управления проектами. А заводчик и ведущий партнер акции этого этапа, ну или как говорят в звездных войнах эпизода, фирма 1С. Будущее уже наступило и только тебе решать, какой частью ты его станешь. Востребованные профессии будущего круто, все ссылки будут в описании. Думаю комментарии тут излишние и так понятно, что все воспроизводится. Ну а в активностях 1С я уверен, вы будете участвовать прям таки не менее активно. Вот такая легкая тавтология. Диагональ у нас 54,6 дюйма, 139 сантиметров, но технически мы считаем это за 55 дюймов. То есть с учетом рамок по контуру получается как раз 55 дюймов. Соотношение сторон 16 на 9, разрешение 3840 на 2160. Абсолютно все понятно, 4К UHD и есть поддержка технологии HDR. Вот тут вот уже стоит остановиться поподробнее. Смотрите, что такое HDR? HDR это расширенный цветовой диапазон. Он возможен на матрицах 10 бит и выше. В нашем случае, как и у любого абсолютно OLED, это 12 бит. Следовательно, поддерживается технологией Dolby Vision. Это как стандарт HDR, то есть бывает несколько их на самом деле. Dolby Vision есть HDR10. Их там еще несколько, но они совсем премиальные и используются достаточно редко. Dolby Vision сейчас юзают абсолютно все. Это такой стал киношный формат. Его, если вы фильмы покупаете где-нибудь там в iTunes Story, либо берете на проказ, зачастую там используется именно Dolby Vision, особенно в последний год в новинках. И он же используется у Netflix. Все остальное это HDR10. Неважно, на самом деле, Dolby Vision либо HDR10. По факту, это просто немного разные подходы к реализации расширенного цветового диапазона. По факту, как видите, все работает припелесно. Особенно это наглядно заметно в играх. Честно говоря, когда включаешь HDR в том же Spider-Man, становится понятно, за что ты заплатил деньги. Потому что картинка меняется кардинальным образом. Это совершенно другая глубина за счет другого абсолютно освещения. И да, на OLED HDR выглядит так, как он и должен выглядеть. Честно говоря, я ни разу не видел нормально на телевизорах не OLED. Ну, разве что вот TCL, который у нас был на обзоре, вот он ничего так. То же самое и в Division. Абсолютно любая игра с поддержкой HDR приобретает на OLED совершенно иной смысл. Сам OLED. Ну, понятно, технологию я вам здесь пояснять не буду. У нас есть Local Dimming, то есть затемняются те участки, где картинка темнее. И за счет этого достигается максимальная контрастность, максимальная цветопередача. А вот именно по поводу выгорания, смотрите. Я вам покажу сейчас кадры, которые я снял на заводе. Мы, кстати, это обязательно вставим в следующую поборку, какой телевизор купить. Там я вам расскажу, как съездил на завод LG. Прямо кратенько, но все-таки. А вот сейчас вы видите, какое количество LG производит телевизоров фактически там за несколько дней. И они разъезжаются по всей России. Поверите, это только в России. Если бы там были огромные проблемы, бугурт был бы не меньше, чем с айфонами. Потому что продажи этих телевизоров, конкретно вот этой модели, какие-то невероятно заоблачные, их там тысячами продают ежедневно. За счет чего мы делаем логичный вывод, что все окей. И по большей части вот эти все вбросы на форумах, они, конечно, со стороны конкурентов идут, это раз. А второй момент, то что, ну, либо люди немножко недалекие, либо они не до конца понимают. Как вообще происходит выгорание на OLED-ах? Давайте совсем кратко. Это когда у вас на телевизоре скапливается статика в определенном участке. То есть статика скапливается при условии, что у вас пиксель горит одним и тем же цветом. То есть на статичном изображении. Это вот как раз могут быть логотипы телеканалов и всего остального. Но смотрите, для того, чтобы выгорание не происходило, а для этого нужно достаточно долго, то есть там, ну, несколько месяцев у вас должна копиться эта статика, соответственно, вы ее должны сбрасывать. Здесь по краям, слева, справа, снизу и с двух сторон, слева и справа тоже, находятся отводные такие устройства, которые сбрасывают эту статику по всему экрану. Это происходит при условии, что вы не выключаете телевизор из розетки, когда у вас тухнет экран. Это все происходит автоматически, абсолютно ухаживаете со всеми вытекающими и так далее. И, следовательно, бояться здесь не надо, технология обкатанная, все это уже давно решено. Единственное, что не вынимайте, пожалуйста, его из розетки. Если правильно его использовать, соответственно, получите долговечную историю с телевизором, которая ничем не будет уступать кому-то еще. Если хотите, я поделюсь своим опытом за последние полгода, уже почти год использования данного телевизора. Пишите об этом в комментариях и расскажу вам, что получилось, как выгорело, не выгорело и так далее. Что у нас по поводу частоты 100 Гц? Да, здесь поддержка 100 Гц, плюс у нас есть Motion, всякие истории, которые скачивают эту историю до 200 Гц. Это стандартная OLG тема, она давным-давно присутствует, и она есть фактически в каждой модели года с 2014-го точно. Есть поддержка DVB-T, T2, DVB-S, C, S2, ну и, соответственно, телетекст и так далее. Абсолютно все стандартно. Здесь есть у нас 3 HDMI, есть возможность подключить Ethernet, то есть по проводу интернет. Есть Wi-Fi, у нас 802.11ac, тоже хорошо, 5 ГГц, вся тема поддерживается. Ну и, конечно же, 3 USB-шника, 1.3.0, 2.2.0. И, кстати говоря, сзади HDMI 1 у нас версии 1.4, а вот 3 у нас версии 2.0. Поэтому обязательно обращайте внимание, куда вы что подключаете. Сзади, например, можно воткнуть ту же Nintendo Switch. Ей не принципиально, а вы получаете интересный момент. Встроенная память у нас 8 ГБ для всяких приложений, там, кэша и всего остального. Есть поддержка технологии Miracast, понятно, встроенная. Ну и понятно, что можно управлять голосом, пульт у нас универсальный, все это дело поддерживает. Сам телевизор, кстати говоря, вместе с подставкой весит в районе 18 кг, что очень прилично, но при этом массивным он не выглядит и со стороны дизайна приграться фактически невозможно. Если мы с вами запустим эфирное ТВ, тоже никаких проблем не будет. Вы видите, что сначала картиночка, если приглядитесь, она немножечко плывет, после чего телевизор собирается силами и очень быстро все это дело оптимизирует. Чем отличается от C8 или C8? Модель как бы постарше, и там у нас используется совершенно другой процессор, который, по идее, должен более качественно обрабатывать картинку, которая не в 4К до 4К, то есть он будет проходить не двумя слоями, как здесь, а четырьмя, и картинка должна становиться четче. В этом случае действительно так, но на самом деле, вот в реальности, когда ты сравниваешь два телевизора, принципиальных отличий в обработке картинки из, например, Full HD, HD, там, не HD, до 4К, ты не видишь. И тот, и тот справляется на ура, поэтому платить больше можно, но только при условии, что вам хочется дизайн, сабвуфер там и все остальное. То есть вы хотите телевизор немножко классом повыше. Если уж прямо по чесноку смотреть, то по картинке выигрыш будет минимальный. У вас будет много различных плюшек, да, но не более того. Что хочу сказать на выходе? На выходе хочу сказать, что, наверное, по соотношению цена и качество, это один из лучших телевизоров, доступных на данный момент. Да, у него совершенно помрачительная технология HDR, я вот это многократно вам говорил. Да, здесь есть абсолютно все, что вы можете захотеть по Smart TV. Печально, что средний сегмент у нас такой дорогой, но с этим, боюсь, что ничего не сделаешь. Ссылка у нас будет внизу. Для того, чтобы смотреть на актуальную цену, обязательно кликайте, смотрите. Ну, а в остальном, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, несколько дополнительных роликов вы сейчас видите перед собой. И, конечно же, шарите данное видео у себя в социальных сетях. Всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok